Мир в доме, подъезде, с соседями, с Духом Святым. Мир вам, сестры, братья. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Как важен мир в нашей семье? Не просто мир и спокойствие, а присутствие Духа Святого и мир Божий. И мы все к этому стремимся. А если ваша семья живет в большом доме, где есть и другие семьи? Соседи, например, подъезд. Как создать мир в доме? В квартире мир и уют, а за дверьми непорядок. Не очень приятно, так ведь? Сейчас поговорим, как нести мир Божий с вашей квартирой во весь дом. Будьте миротворцы в своем доме, подъезде, с соседями. Задайте вопрос Богу, как принести мир в весь ваш дом. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы до конца разобраться на эту тему. Мир в доме с Духом Святым начинается с меня. Все начинается с нас, друзья. Мир невозможно сделать тогда, когда у нас, у самих нет мира Божьего внутри. Все начинается с меня, все начинается с вас. Вы будете источником мира в вашем доме с соседями. Вы передадите мир Божий, который внутри вас, в весь дом. Мы уже говорили о том, как приобрести и хранить мир внутри нас. Мир – это плод Духа Святого внутри нас. Но как его принести в подъезд? Молитва, друзья. Только молитва. Просите хоть каждый день, чтобы Дух Святой пришел и наполнил своим присутствием весь ваш дом. Только молитесь за то место, где есть ваше влияние, где, если что, вы сможете рассказать Евангелие или свое свидетельство. Это ваши границы. Духа Святого нужно приглашать. Он не придет туда, куда мы его не пригласили. Можно пригласить Духа Святого в семью, а в подъезде его не будет. Можно пригласить его в семью, а на работе его не будет. Приглашайте Духа Святого везде, где вы находитесь или куда идете. Это всего лишь одна фраза о вашей ежедневной молитве. Я приведу пример молитвы. Вы можете начать с этого. Но позже, под ведением Духа Святого, научитесь своей. Молитесь же так. Дух Святой, приди и наполни своим присутствием весь мой дом, подъезд. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И все. Все очень просто. Вообще, в Духе Святом все просто. Усложняет только религия. А взаимоотношения с Богом очень просты. Вспоминайте в молитве семьи. И, конечно, молитесь и просите за всех в вашем доме, чтобы воля Божья была в этих семьях, людях. Как учил нас Иисус Христос и описал Матфея в 6 главе стихи 9-10. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое. Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Это Евангелие от Матфея, 6 глава стихи 9-10. Вспоминайте в молитве семьи. Если нужно, перечислять их. Даже можете перечислять отдельных людей. Дух Святой поведет вас в молитве. Он подскажет, за кого молиться. Когда вы будете в молитве, Дух Святой будет вам показывать те семьи отдельных людей, которых вставить в молитву. Молитесь коротко. Не будьте многословны. Я приведу пример молитвы. А со временем вы сами под ведением Духа Святого научитесь своей молитве. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе, да будет воля Твоя на семье Сидоренко и семье Ивановых, да будет воля Твоя на Ольге Семеновне и ее семье, и на Николая Петровича и его семье. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава вовеки. Аминь. Простая молитва о соседях. Вот такая простая молитва. Да, она кажется трудной. Но, во-первых, друзья, нам нужно смотреть на нашу новую жизнь во Христе Иисусе иначе. Все пройдет, а молитва останется. Даже когда мы придем в Царство Небесное, молитва, разговор с Богом останется. Молитва, молитвенное состояние, это и есть наша новая жизнь. Когда будете молиться, это наш разум говорит трудно, но сердце будет радоваться. И, главное, Дух Святой будет подкреплять нас в наших молитвах. И, конечно, те изменения, которые будут происходить в вашем доме, будут подкреплять вас. Будьте настойчивы в молитве. Это ходатайственная молитва, и она отличается постоянством. Изменения могут сразу не прийти. Может пройти пару недель, но Бог обязательно сделает свою работу. И насколько, возможно, будет порядок. Эти молитвы я напишу на главной странице блога, где вы сможете всегда их найти. Благословляйте соседей. Да. Когда будете молиться за ваш дом, благословите всех ваших соседей. Поименно. Как это? Просто молитесь за кого? За того, кто к вам близок, по соседству, с кем вы имеете взаимоотношения. Сколько людей? Когда будете молиться, вам Дух Святой покажет, подскажет, кого благословить. Здесь тоже не будьте многословны. Я приведу пример молитвы, а вы со временем сами научитесь своей молитвой. Молитесь же так. Бог наш, Отец Небесный, благослови Степана и его семью, семью морчуков и детей, тетю Марию и ее семью, Машу и Андрея и их семью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ставьте молитву всех, с кем имеете взаимоотношения в доме и обязательно врагов. Они тоже косвенно с вами связаны. И Бог сам благословит их на свое усмотрение. Будьте коротки молитвой, не многословны. Бог знает вашу молитву еще до того, как вы начали молиться. И вас будет вести Дух Святой. Что делает эта молитва? Когда вы благословляете каких-либо людей в своей тайной комнате, не говоря им, они это чувствуют. От вас будут исходить к ним особые чувства. Они будут чувствовать, но, конечно, не понимать, что происходит. Но это и не нужно. Главное знает Бог и вы. Храните мир в вашем доме. Мир Божий нужно хранить, оберегать. Как вы храните свой разум, семьи, так, по возможности, и храните мир в доме. То есть, можно так сказать, храните, оберегайте Духа Святого, которого пригласили в ваш дом, подъезд. Смотрите на эту ситуацию так. Я даже скажу, что будем правильно смотреть, как на эту ситуацию, так и на всю нашу жизнь с правильной точки зрения, в которой Дух Святой на главном месте. Насколько можно? Я понимаю, что люди разные, но насколько можно охранять и Духа Святого в вашем доме? Например, не участвуйте в сплетнях, раздорах, пустых разговорах. А наоборот, участвуйте в субботниках, поддерживайте соседей в радости, горе, плачьте, когда они плачут. Просто представьте, что сделал бы Иисус Христос в данной ситуации. Можно даже иногда без слов, просто делом. Несите мир в ваш дом, будьте миротворцы. Влаженные миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Это Евангелие от Матфея, 5 глава, стих 9. Итак, подытожим, что нам нужно. Во-первых, вы несете и не создаете новый мир в вашем доме с соседями. Вы передаете свой мир, который внутри вас. Второе – это молитва. Приглашайте в свой дом подъезд к соседям Духа Святого. Молитва о воле Божьей на соседях и их семьях, и благословлять. Третье – это хранить мир, охранять насколько мы можем, то, что зависит от нас. Сестры, братья, спокойствие и мир вокруг нас стоят тех усилий, которые мы предлагаем, так ведь? Тем более, что основная работа проходит в тайной комнате, в молитве с Богом. Эти молитвы у вас займут не более пяти минут. Мир в доме стоит пять минут вашего времени. Дары Духа Святого. Когда у вас мир, насколько можно, с соседями, намного проще слышать Духа Святого, молиться у себя дома, в квартире. Сестры, братья, задайте вопрос Богу, за кого вам молиться. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Духу Святому. Мы на блоге много говорим о Боге, Иисусе Христе, Духе Святом, в сегодняшнем дне. Я называю это путешествие с Духом Святым. Я приглашаю и вас в это путешествие. Подписывайтесь на канал. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры сделал Dуха Святого.